Не лучшие кадры можно снять на свалках и контейнерных площадках. До сих пор в регионе не удается внедрить систему раздельного сбора отходов и их дальнейшей переработки. Это при том, что уже 1 января в стране начнется масштабная мусорная реформа. Ну, во-первых, надо посмотреть на ее внешний вид. Это вообще просто ужасно. Разобраться в мусорной проблеме региона непросто. Да что там, даже начать съемку сюжета, они и с первого раза не получаются. Собаки, голуби, бездомные и горы отходов. Вот с чем приходится сталкиваться возле иркутских контейнеров. Для экоактивиста Евгения Бекмолова такая картина, как ножом по сердцу. Ведь уже на протяжении трех лет молодой человек занимается тем, что в нашем городе до сих пор не популярно. А именно сортировкой бытовых отходов. Начиналось это с маленьких шажочков. Во-первых, я отказался от одноразовых вещей. Купил многоразовую бутылку. Ну, и также я с детства воспитывался на том, что надо повторно использовать пакеты. Но одного желания разделить бытовой мусор по категориям мало, ведь затем его необходимо сдать. Сейчас в Иркутске работает всего лишь пять пунктов приема вторичных отходов. Например, тот же полиэтилен ни в одной из этих точек не принимают. Упростить задачу могли бы специальные контейнеры под разные виды мусора. Однако многочисленные эксперименты по их внедрению в Иркутске провалились. Первые бачки для раздельного сбора мусора в Иркутске появились в далеком 2010 году. Несколько лет назад их общее количество в городе составляло уже несколько десятков. Однако даже столь долгий срок не смог изменить привычек людей, которые привыкли сваливать все в одну кучу. Как итог, не так давно от такой практики отказались вовсе. И даже заменить бачки для раздельного сбора мусора сейчас в областном центре попросту нечем. В ангарской ситуации иная. Там контейнеры исключительно для пластиковых бутылок только начали появляться. Установили уже пять на очереди еще три. Но стало возможным это лишь благодаря инициативе одной из компаний города. Впоследствии собранные отходы перерабатываются и обретают новую жизнь в виде, например, упаковочной пленки. Казалось бы, все хорошо. Вот только установить контейнеры повсеместно мешает их дороговизна. Основная трудность установки это вот изготовление, приобретение. А управляющие компании в принципе отнеслись с пониманием, разрешили. Ну, как бы не разрешили, сказали не против. Ведь это сокращает объем мусора. Сейчас опыт иркутян и ангарчан как никогда важен. Ведь уже с 1 января в регионе, как и по всей стране, стартует так называемая мусорная реформа. На деле это будет означать постепенный переход на исключительно раздельный сбор отходов, строительство первого многопрофильного завода по переработке мусора и появлению новых полигонов. На эти цели в регионе планируется потратить баснословную сумму 17 миллиардов рублей. Главное, чтобы вложения оказались не напрасными. Ведь пока сказать, что Иркутская область к изменениям готова, нельзя. Павел Жолдев, Марина Минченко, новости по будням.